Привет всем! Вы на канале Пулис Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на земле. Итак, события за 25 января. Поехали! Крупный природный пожар угрожал нескольким населенным пунктам на Адалаидских холмах в Южной Австралии. Местные жители были эвакуированы. Площадь возгорания достигла 2700 гектар. Огонь уничтожил 2 жилых дома, 19 хозяйственных построек и 2 автомобиля. Пожар не удается взять под контроль из-за сильного ветра, постоянно меняющий свое направление. Тушению огня не способствует и установившаяся в данном регионе жара. К лесным пожарам, которые продолжаются в Австралии с прошлого года, прибавился сезон циклонов и пандемия COVID-19. Обычно циклоны приходят на континент с ноября по апрель. В этом году ученые говорят о возможном увеличении их числа. Позже погодные условия улучшились, пошел дождь. В настоящее время предупреждение об угрозе этого пожара понижено. Причины возгорания устанавливаются, полиция не исключает, что имел место поджог. На Капаонике, крупнейшем горнолыжном курорте Сербии, выпал снег. За последние два дня толщина снежного покрова превысила 60 см. Более того, в компании, управляющей отелями на Капаонике отметили, что в ближайшие дни ожидается еще большее увеличение снежного покрова. Также из-за продолжающегося снегопада и сильного ветра практически полностью парализовано автомобильное движение. Вчера сообщалось, что апрельные снегопады привели к огромным пробкам на дорогах. Прогнозом метеорологов, снежный покров на севере, западе и юго-западе страны может составить от 20 до 50 см, в центральных и восточных частях от 20 до 40 см. Пока дорожные службы справляются с уборкой, лишь на некоторых участках введены ограничения. Сильные проливные дожди продолжают наносить ущерб Бразилии. Продолжительные дожди, которые прошли в Ларианополисе, столице штата Санта-Катарина, привели к наводнениям и сходу оползней. Два человека погибло в результате наводнения. В городе за сутки было зафиксировано 125 мм осадков. Гражданская оборона сообщила, что от наводнения пострадало 600 человек и из них 284 беженцы. Власти объявили чрезвычайное положение. Низменные районы пострадали больше всего. Были затоплены дома, так и магазины. Уровень паутка превышал отметку в 50 см. Наводнения и ополозни также нанесли ущерб дорогам, мостам и инфраструктуре штата. Бригады гражданской обороны, полиции и пожарной службы работают в этом районе, чтобы оказать поддержку пострадавшим, проводить эвакуацию и поисково-спасательные операции. Отметим, что Санта-Катарина ранее пострадала от стихии в июле этого года. Тогда циклон обрушился на южные штаты Бразилии, вызвав наводнения и разрушения. В этот период погибло по меньшей мере 9 человек. На город Малибу в американском штате Калифорния обрушился редкий снегопад, вызвав восторг среди местных жителей. Редкий снегопад в округе Лос-Анджелес вызвали как радость у местных жителей, вытаскивающих сани, так и участившиеся в дорожно-транспортные происшествия. Водители, проезжающие по местным автомагистралям, останавливались, чтобы поиграть в снегу. Фотографии зимних пейзажей, появившиеся в социальных сетях, демонстрируют резкий контраст погодных условий в этом районе. Последние поддающиеся измерению зимней осадки выпадали в центре Лос-Анджелеса примерно в 1949 году, согласно данным Национально-Метеорологической службы. Ярко светящийся метеор озарил ночное небо над северной частью Венгрии. Полет небесного тела удалось запечатлеть на видео. Житель населенного пункта Сокаропатка запечатлел полет метеоров в час 59 по местному времени. Метеор также можно было заметить и из восточной части Польши. Вулкан Этна, который 19 числа сильно извергался, напомнил о себе и сегодня, устроив фееричное шоу в виде извержений, а также целого ряда землетрясений. В течение всего вечера воскресенья фонтаны лавы были ясно видны на большей части Восточной Сицилии, от Иблея до Элаийских островов. Сильная тромболианская активность, вызванная юго-восточным кратером Этны, которая начала с воскресенья вечером, в последующие часы превратилась в фонтан лавы. Образовались два рукава лавы. Первый рукав вышел из северо-восточного кратера в сторону пустыни Вадельбове, достигнув высоты около 2900 метров над уровнем моря. Второй разлив лавы был обнаружен на северной стороне того же кратера. Сейсмическая активность началась сегодня утром около 6 часов утра по местному времени. На данный момент зарегистрировано почти 50 землетрясений с магнитудой до 2,3, и активность, похоже, продолжается. Большинство землетрясений происходили на глубине от 10 до 20 километров и располагались в линейной области с направлением в восток-запад. Во второй половине минувшей недели на севере Красноярского края установилась аномально морозная погода. В условиях тихого и относительно малооблачного антициклона средний температурный фон оказался более чем на 20 градусов ниже климатической нормы. В Норильске по ночам температура воздуха в течение 4 дней подряд опускалась ниже 45 градусов по Цельсию, а в субботу минимальные термометры показали минус 47,3 градуса по Цельсию. Днем же было не теплее, минус 42 градуса по Цельсию. При этом некоторые термометры в городе показывали, что температура опускалась ниже 50. В такой ситуации Норильск оказался окутан мощными морозными туманами с видимостью до 500 метров. К туманам перемешивался дым от печного отопления и многочисленных котельных, а также выхлопные газы от автотранспорта. Сегодня температура воздуха в Норильске составляет минус 42 градуса. Вулкан Килауэва продолжает извергаться на Гавайях. Гавайская луканическая обсерватория геологической службы США сообщает, что лавовое озеро продолжает медленно подниматься. В понедельник был измерен уровень и глубина составляет 202 метра. Общие сложности вулкан уже извергается почти целый месяц, периодически затихая и вновь активизируясь. Как отмечает геологическая служба США, из одной из трещин образовался самый высокий лавовый фонтан, высотой примерно в 50 метров. За последние несколько часов произошло еще как минимум 7 землетрясений, силой от 2,5 до 2,7 баллов. Проливные дожди вызвали новые наводнения и оползни в Индонезии. Проливные дожди вызвали внезапные наводнения и оползни в районах острова Ява, Индонезия. Сотни домов были повреждены, и 4 человека остаются пропавшими без вести. По сообщению Национального информационного агентства Индонезии, наводнение обрушилось на Цианджур-Регенси, провинция Западная Ява, после того, как из-за проливного дождя река Цесакан вышла из берегов. Около 200 домов были повреждены паводками водами, глубина которых в некоторых районах составила до 2 метров. Региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями установило палатки для оказания экстренной помощи 150 семьям, которые были вынуждены спасаться от наводнения в районах Лелес и Агробинта. В регенстве Кунинган оползень, вызванный сильным дождем и неустойчивой почвой, повредил 7 домов и затронул 105 человек. Число жертв от тропического циклона Элоиза, который обрушил сильные ветры и дожди на юго-восточную Африку, возросло до 12 человек. Наводнения, которые повлек за собой шторм, разрушили здания и повредили посевы. Достигнув в субботу центральной провинции Мозамбика Сафала, Элоиза ослабла и двинулась в глубь суши, неся дожди в Зимбабве, Эстафанию, ЮАР и Босфану. Согласно данным национального института управления рисками стихийных бедствий и уменьшения их опасностей, 6 человек стали жертвами циклона в Мозамбике. Свыше 8 тысяч жителей были эвакуированы, были также повреждены, затоплены или разрушены дома, посевы и инфраструктура. По данным полиции, число погибших в результате наводнения в Исфатинии в настоящее время составляет 2 человека, и еще 3 человека погибли в Зимбабве и 1 в Мадагаскаре. Национальное управление водоснабжения Зимбабве также предупредило, что плотины переполнены и может вызвать наводнения ниже по течению. Сильные и продолжительные дожди последних нескольких дней еще больше дестабилизировали горные и холмистые склоны центра и севера, дав выход таким явлениям, как лавины и оползни. 25 января в Тоскане, а именно в районе Боргу-А-Моцана, в районе Луки наблюдался новый оползень. Оползень произошел на государственной дороге в нескольких шагах от чертова моста. Сначала на проезжую часть, а затем и в реку Серкио, прилегающей к дороге, где упали крупные волны и обломки. К счастью, государственная дорога на Абитоне уже была закрыта из-за того, что чуть дальше располагалась строительная площадка, иначе последствия были совсем другими. За сутки на земле произошло 193 землетрясения магнитудой от 2,0 до 6,9. Землетрясения магнитудой равной 5 или более произошли в 13 странах, каких именно, вы можете видеть на своих экранах. Ну и конечно же, минутка позитива на канале. Кафедральная пещера в Новой Зеландии, потрясающее произведение искусства в готическом стиле, где архитектор и дизайнер океан и ветер. Кафедральная пещера – это скала в виде арки, напоминающая сказочный портал, какой-нибудь фантастический мир, который стоит увидеть. Полуостров Караманделл, именно сюда ежегодно приезжают сотни туристов, чтобы уаочи увидеть природное чудо под названием Кафедральная пещера. Пещера является жемчужиной кафедральной бухты. Кафедральной, или как ее еще называют Соборной, пещера находится неподалеку от курортного городка Хахей. Поэтому один из самых красивых пляжей возле пещеры так и называется Хахей. Он славится бирюзовыми волнами, белоснежным песком и причудливыми деревьями с необычной формой листьев. Спасибо вам за просмотр выпуска. Спасибо вам за внимание и до завтра.